В прямом эфире новости сейчас, студия Артём Михаленко. Добрый день. Развитие регионов, фронт работ ВПК, упор на экспорт, модернизация дорожной сети и туристический потенциал. Это только часть тем, которые сегодня звучали в Витебске. В эти минуты президент встречается с активом северной области страны. Ключевой задачей в масштабах Витебщины и всей Беларуси является развитие регионов. Замысел простой – поднять районы, сделать так, чтобы люди чувствовали себя в агрогородке так же, как в Минске. Шла речь о том, что будет продолжена работа по диверсификации экспорта и повышению доходов населения. При этом отметил президент – исполнительская и техническая дисциплина, стабильность государства – это основа любого развития. Есть позитивные подвижки ВПК и важно слаженно и в оптимальные сроки провести уборочную кампанию. Встреча с активом, возможность оценить сделанное и пройтись по проблемным вопросам. У нас впереди очень много работы. Мы знаем, что немало сделали. Если перечислять по всей стране, то мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку. А эта пятилетка была не самой легкой. Наверное, Клай Николаевич согласится, что она одна из сложных у нас была. Потому что мы можем сделать все. Но на все нужны огромные ресурсы. Прежде всего, денежные ресурсы, которыми мы в достаточном объеме не обладаем. Потому что мы не можем создать ни резервов огромных. Мы не можем взять из какой-то отрасли, которая легко дается нашей стране, и перекинуть на какую-то другую отрасль, чтобы что-то сделать. То есть я намекаю на то, что у нас нет больших запасов углеводородов. Их, можно сказать, вообще нет. У нас нет золота, металлов и так далее. И нам приходится выкручиваться, как только можем. Планируется, что сегодня президент примет участие в торжественной церемонии открытия Полоцкого путепровода. Это один из важнейших транспортных узлов не только Витебска, но и области. Говоря сегодня о дорожной инфраструктуре, Александр Лукашенко признался, что мечтает о строительстве современной автотрассы от Минска до Полоцка. Президент так и сказал, мы это сделаем. Нужно развивать автодорожную сеть, останавливаться нельзя. У Беларуси хорошая перспектива развития электротранспорта. По оценкам экспертов, к 2040 году в мире треть машин будут на батареях. Об этом говорили сегодня в индустриальном парке «Великий камень», где прошел день электротранспорта. Сегодня Беларусь уже собирает электробусы, модельный ряд расширяется. Есть и образцы легковых авто. Активно ведется работа по созданию своего аккумулятора и электродвигателя. Дополнительный стимул в развитии электротранспорта придаст Беларусь квод в эксплуатацию белорусской атомной электростанции. И это не только касается электротранспорта, это развитие всех отраслей экономики, внедрение новейших технологий. Это и медицина, и наука, конечно же, энергетика, промышленность, увеличенное электропотребление для цели зарядки автотранспорта. Если в прошлом году это было порядка 3,8 миллионов киловатт-часов, то в этом году мы уже ожидаем 12 миллионов киловатт-часов. Это рост более чем в три раза. В «Великом камне» гостям презентовали сегодня автобус «Беспилотник». Через два месяца он будет по заданному маршруту курсировать по улицам и проспектам парка. В самом технокластере сейчас собирают суперконденсаторы для наших электробусов. Швейцарцы открыли производство электробусов для западных рынков, а литовцы планируют выпускать электросамокаты. У «Формулы-1» появятся финансовые лимиты. Со следующего года бюджет каждой из команд гоночного чемпионата будет ограничен суммой в 145 миллионов долларов за сезон. Это может коснуться и зарплат автогонщиков. Для большинства из них могут вести так называемый потолок. Руководители топовых команд высказывают альтернативную точку зрения. В «Мерседес» заявили, что не собираются терять своих суперзвезд, а значит, ограничения нужно вводить постепенно, чтобы будущее поколение гонщиков соревновались в более разумных условиях. На этом у меня все. Новая информация у моего коллеги Сергея Козловича. В 15 часов хорошего и успешного дня.